Друзья, поделитесь в комментариях вашим мнением по поводу выступления коммуниста Ющенко. Нам очень интересно узнать, что вы об этом думаете. Друзья, поделитесь в комментариях вашим мнением по поводу выступления. Друзья, поделитесь в комментариях вашим мнением по поводу выступления. Друзья, поделитесь в комментариях вашим мнением по поводу выступления коммуниста Ющенко. После непродолжительного нашего перерыва на региональную неделю и корскострочных отпусков сосредоточимся на работе, а затем уже обсудим текущую повестку друг с другом. Спасибо, Вячеслав Викторович. Поэтому первом, который мы сегодня недавно отметили, борьба за справедливое социальное устройство, за общество действительно равных возможностей, за соблюдение российских конституций, в которой, между прочим, написано, что Россия – это социальное государство. У наших граждан должно быть чувство, что страна принадлежит всем, а не олигархической верхушке, которая сегодня оформляет себя как новое сословие и возомнила себя новым хозяином жизни. Эта прослойка господ, сочетающая себя людьми первого сорта, практически безнаказанно нарушает законы, нормы и морали обычного права. Эта «самозванная элита», которая ворует будущее у детей простых людей, не дает раскрыться их талантам. В стране как воздух не хватает справедливости, а государственная власть зачастую даже не пытается защищать простого человека от наглости этих хозяев жизни, потому что зачастую, очень часто, находятся с ними в альянсе. Одним из самых вопиющих проявлений царящей в стране несправедливости является рейдерство. Мы недавно приняли закон о борьбе с организованной преступностью, и воры в законе, наконец, стали вне закона. Но рейдеры – это те же воры, это воры, которые крадут, распродают и уничтожают целые предприятия, причем это, как правило, сопровождается коррумпированием чиновников и правоохранителей. Я обращаю ваше внимание на то, что известный преступный авторитет Кумарин Барсуков и ее преступная группировка отметилась не только цепочкой кровавых расправ, но и рейдерскими захватами. Барсуков и многие другие, типа Гогеевой, сейчас сидят в тюрьме, но масса других рейдеров на свободе и активно действует. Сегодня жертвой рейдеров может стать одной из лучших предприятий страны, которую, кстати, многие из вас посещали, и оно много знает, Геннадий Андреевич неоднократно представлял его. Это предприятие совхоз имени Ленина, возглавляемое Павлом Грудининым. Этому предприятию сто лет, но теперь оно под угрозой полного уничтожения. Сегодня на него положили глаз те, о ком я говорил выше. Им не интересно высокотехнологичное производство, созданное в совхозе. Им не волнуют судьбы сотен работников, им наплевать, что предприятие кормит жителей чистой, качественной продукцией. Им интересна только земля. Фактически их задача получить печать предприятия на час, и за час будут распроданы все земли, все предприятия, весь совхоз, будут деньги распределены по карманам и выведены в офшор. Я буду говорить предельно конкретно. Есть такой хорошо известный правоохранительным органом гражданин Полихата Владимир Миронович. С его именем в СМИ связывают рейдерские захваты целого ряда предприятий. Приведу несколько примеров, о которых неоднократно писали журналисты. Универмаг Москва. На руководителя предприятия было уведено уголовное дело, потом произошел силовой захват здания, документы переоформаны, здание продано. Затем этот рейдерский захват был поставлен на поток, по данным СМИ, в Москве захвачены здания Гипрахима, редакции Нового Времени, ЦКБ-связь, ЗАО «Инфика» и многие-многие другие. В Санкт-Петербурге это УАО-терминал, в Ульяновский завод «Контратор». Всю эту кипучую деятельность журналисты связывают с именем этого господина Полихата. Конечно, за этими фактами не раз возбуждались уголовные дела, и фракция КПРФ, используя полномочия своих депутатов, намерены тщательно проверить, при каких обстоятельствах были закрыты эти уголовные дела, и если были нарушения, мы будем наставить на возобновление этих уголовных дел по старым делам. Хочу особо подчеркнуть, рейдерские действия в отношении совхоза Ленина серьезно дискредитируют прошедшие в России в 2018 году президентские выборы. По официальным данным, за Павла Грудинина проголосовало около 9 миллионов человек, хотя мы считаем, что эта цифра гораздо больше. Но даже эти 9 миллионов – это огромная масса людей, которые будут рассматривать захват совхоза Ленина как политическую расправу, связанную с участием Грудинина на выборах головы государства. Понимаете, о чем я говорю? Из-за меркантильных интересов одного жулика-бизнесмена и, возможно, связанных с ним коррумпированных чиновников, будет брошена тень на всю политическую систему, и нет нужды говорить, как этого ждут внешние недруги нашей страны. Мы, депутаты фракции КПРФ, во главе с лидером Геннадием Андреевичем Зюгановым официально обратились в ФСБ, в Следственные комитеты, в прокуратуру и в Верховный суд, на основании чего правоохранительные органы и некоторые органы государственной власти потворствуют таким рейдерам. Более того, Геннадий Андреевич Зюганов, как лидер Патриотического союза от имени 200 организаций, официально обратился к президенту, чтобы на территории совхоза Ленина провести в ближайшее время госсовет по развитию малого и среднего бизнеса. С этой высокой трибуны я сегодня обращаюсь к российской законодательной власти. Беззаконие должно быть остановлено, иначе мы никогда не поднимем экономику от необходимости, которую говорит президент. Мы просто рухнем обратно в 90-е. Уважаемые коллеги, считаю необходимым сегодня сказать о судьбе Донбасса. Этой весной мы отмечаем знаменательную дату. Пять лет назад были созданы Луганская и Донецкая народные республики. Провозглашение народных республиков стало ответом на государственный переворот в Киеве и волну нацистского террора, последующей за ним. Восстание Донбасса стало народным ответом на олигархическую, насквозь коррумпированную государственность, которая сложилась на Украине после реставрации капитализма. Борьба Донбасса – это борьба народа за свободу и справедливость. Вчера делегация Государственной Думы вернулась из Донбасса, где мы принимали участие в торжественных мероприятиях, посвященных пятилетию ЛНР и ДЛНР. Здесь в этом зале сидят наши коллеги Конвект Айсаев, Андрей Козенко, Наталья Поклонская, Константин Затульин, которые принимали участие и видели, как благодарны жители за поддержку Государственной власти России и Государственной Думы жителей Донбасса. КПРФ всегда настаивала на признании этих республик на упрощенном порядке получения жителям Донбасса российского гражданства. Одна из этих задач уже решена недавним указом президента. Однако мы уже видим определенные бюрократические препоны на пути реализации этого указа. Их надо решать. Процедура выдачи российских паспортов должна быть максимально простой и быстрой. Цифровой технологичный век не должно быть проблемой. Жители Донбасса верят, что недалек тот день, когда они будут полноценными гражданами России. Уважаемые коллеги, уважаемый Вячеслав Викторович, ну я думаю, что выступление интересного того человека, который много тем различных поднимает, тогда и зал не надо ни в коем случае как-то дрессировать и говорить о том, чтобы кто-то кого-то слушал. Пожалуйста, по ведению Тетерина, Иван Михайлович. Иван Михайлович, мы успели нарушить регламент? Я хотел бы сказать и регламент в том числе, потому что коллега Власов позволил здесь высказать такую мысль, что кто-то кого-то здесь дрессирует. Ну давайте будем корректны. Вот и все. Коллега Власов, кто вас дрессирует? Владимир Вольфович, а дрессировать единственное, кто может, это вы. Скорее всего, это был посыл в ваш адрес, поэтому, пожалуйста, коллега Власов. Смотрите, я сказал о том, что если выступление интересное, никого заставлять слушать не надо. Если выступление интересное, зал не ходит, а слушает выступающего. Если выступление неинтересного, действительно начинается вхождение в зале, и в этом ничего плохого я не вижу. В чем право здесь, коллеги? Когда выходят и на протяжении 10 минут выступают, извините меня, зачастую ни о чем, мы должны и свое время экономить, и с другой стороны, понятно, что здесь ничем не удержишь внимания. А когда выступает руководитель фракции, внимание, вы сами знаете, автоматически концентрируется на их выступлении. Пожалуйста, Жириновский, Владимир Вольфович. Вячеслав Ильич, готов согласиться только при жестком регламенте. Если я выступаю, то выступают и Зюганов, и Неверов, и Мирон, и никаких заместителей. И третих лиц, только первые лица. А если они не могут, то их время передается тому, кто присутствует. Если руководитель фракции присутствует, все время приходят к нему. Нет Миронова сейчас? Нету. Зюганова нет. И Неверова нет. Я один выступаю 40 минут. Он есть, он не хочет выступать. Я выступаю 40 минут. Геннадий Андреевич был на заседании. Сергей Иванович Неверов бессменно присутствует. И если выходит, то только после того, когда вы покинете заседание. Тем более ему сейчас необходимо занять место Толстого. Коллеги, давайте мы этот вопрос обсудим. Но ваше предложение, Владимир Вольфович, правильно. Нам необходимо заниматься повышением, в том числе, институционализации политических фракций. Это авторитет добавит. Пожалуйста, Гартунг, Валерий Карлович. Уважаемый Вячеслав Викторович, безусловно, для нас важно качество выступлений. Но все-таки это прерогатива фракции, кому выступать от фракции. Наше выступление, это выступление от фракции по актуальным вопросам. Может, в других фракциях это по-другому, но это уже решение фракции. Поэтому я бы хотел предложить все-таки еще раз обсудить этот вопрос и не выносить его прямо сейчас решение. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Коломейцев Николай Васильевич, повторное выступление ваше по данному вопросу. Первое выступление мы считаем, что это вмешательство в работу фракции и ущемление прав депутатов на выступление. Фракция сама знает, по какому вопросу какое выступление поручить. Мы всех утверждаем на фракции и рекомендуем о чем сказать, как и в какой форме. Спасибо. Уважаемые коллеги, но тогда вопрос к политическому руководству фракции, когда мы говорим о том, что зал не слышит, не слушает, и повестка... Ну как, коллеги, ну а как? Тогда подходите более взвешенно к тому, кого вы предлагаете для выступления. Но здесь же не установишь дисциплину и не скажешь, слушайте то, что никому не интересно. Пожалуйста, Бортко Владимир Владимирович. Спасибо, Вячеслав Иванович. Вы знаете, я лично как вас уважаю? Ну просто уважаю, уважаю, действительно есть и есть за что. Но в данном случае, понимаете, это есть, извините меня, прямое нарушение права сидящих в зале. Пускай он говорит плохо и пускай бы хоть свистят рядом, но это есть выражение мнения всех, кто сидит в зале, к тому, кто выступает. Это его проблемы, но ни в коем случае не наши. Он может говорить все, что угодно, все, что ему в голову придет. А зал или слушает, или не слушает. Но лишать его права заранее, по-моему, было бы неправильно. Простите меня, Бог, ради моего мнения. Пожалуйста, Кашин, Вадим Иванович. Ваш голос, конечно, слышен и без микрофона, но лучше все-таки использовать ваше право. Спасибо, Вячеслав Викторович. Я считаю, что иногда поведение зала, отдельных групп зала, может быть и заказушным. Мало ли кому не понравится выступление от фракции того или другого человека. Но если взять сегодня выступление, допустим, представителя Ющенко. И это выступление, на мой взгляд, было ярким, оно было злободневным. И не только для партии, но, мне кажется, для всех фракций и для тех миллионов, которых представлял наш кандидат на выборах президента. Но не понравилось некоторым сначала. Но после вашего замечания я слышал, как одна муха пролетела. Спасибо. Пожалуйста, Владимир Вольфович Жириновский. Вот здесь вот сразу уже муха летает, и ее слышно. Я вынужден снова, поскольку от КПРФ очень много выступило, то здесь не надо переводить. По законам, пожалуйста, любой депутат все, что считает нужным. Это политическая дискуссия. Мы ее сами добились с вами. Добивалась только фракция ЛДПР. Вы все молчали. Вам слова вообще не давали. Это было вечером в 17.30. Мы 25 лет боролись за это. Поэтому мы имеем полное право регламент ввести, что выступают лидеры фракций. А если они не ходят на заседание, не выступают, зачем такие лидеры фракции нужны? Выбирайте других. И четверг-то мы оставили для той свободной дискуссии. Вот четверг пускай идут те, кого никто не будет слушать. И да, вы будете слышать, там, муха летит, не летит, там, или воробей чирикает. Вопрос же в этом, это же политическая дискуссия. Мы и тему можем устанавливать. А для чего мы здесь сидим, так сказать, все? Чтобы вышел любой человек, и нам сто лет одно и то же будет говорить, так сказать. Что такое 1 мая? Мы что, 50 лет назад не знали, что такое 1 мая? Или совхоз с Милениным? Мы что, это не знаем из прессы? Что вы все время навязываете те темы, которые люди не хотят слышать? Слышат, не хотят. Люди, это вам должно быть самим неприятно. Что вас не слушают. Только после того, как ведущий заседание одернул в зал, зал вынужден подчиниться дисциплине. Так все равно вас никто не слушал. Люди только перестали говорить. Вам самим-то должно быть стыдно, когда люди утыкаются в компьютеры, в мобильники, между собой разговаривают. А вас 100 лет мы слушаем, и все это надоело. Понимаете, это 1 мая ваша надоело. Никакой солидарности нету 1 мая. А вы продолжаете нам все рассказывать. Или как там, рэкет там, или рейдер. А кто рейдеры устраивает? Коммунист-губернатор. Министр-губернатор. Бандит. Коммунисты они все были. Все, кто участвуют в рубеже страны, они все стояли в КПСС. Ни одного беспартийного там нету. И прокурор все. Регламент, коллеги, на всех распространяется. Регламент. Уважаемые коллеги, дискуссия возникла не на ровном месте. Учитывая, что эта тема постоянно поднимается, и мы должны с вами выход искать. Если будем готовы к этому решению, значит выйдем на это решение. Но то, что мы обсуждаем, наверное, правильно. Потому что речь ведь не идет о том, что кого-то лишают слова. А речь идет о том, что по актуальной политической повестке будут уступать руководству фракции. Его первый заместитель. Если не готовы к этому ряд фракций, ну что ж, коллеги, отложим это решение. Но совершенно очевидно, даже этот разговор заставит готовиться к выступлению. Повестку уже более качественную отрабатывать и поднимать. Потому что успокаивать зал, наверное, некорректно. Пожалуйста, не веруй, Сергей Иванович. Фракции будет определять. Это дело чисто функционное. Никто в вопросах фракции не вторгается. Это право фракции. Но речь идет о том, что когда выступления не носят в себе содержательные стороны, когда зал их не воспринимает, нам необходимо либо качественно к этому подходить, готовясь, либо должен выступать руководству фракции по актуальной повестке. Его первый заместитель. Тогда будет все понятно. Это в том числе и укрепление институтов внутриполитических наших. Пожалуйста, не веруй, Сергей Иванович. Спасибо, Вячеслав Викторович. Уважаемые коллеги, если вы внимательно слышали, Вячеслав Викторович сказал в самом начале о том, что у нас два политических выступления в Государственной Думе в течение недели. Это вторник и четверг. Во вторник было предложено выступление руководителей фракции или первых заместителей по актуальной политической повестке. Возможно, это выступление по предстоящим законопроектам, которые будем рассматривать в течение недели, и обозначение сразу же позиции фракции по тому или иному законопроекту. А четверг – это, пожалуйста, это может быть любое выступление любого депутата. Никто никого не лишает никакого слова. Не лишает позиции фракции по предложению тому или иному депутату выступить. Более того, я согласен с Владимиром Вольфовичем, который сказал о том, что у нас повестка, которая рассматривается, и по ней может выступать любой депутат Государственной Думы. Поэтому, коллеги, нам кажется, мы тоже у себя еще дополнительно этот вопрос будем обсуждать, но предложение, которое озвучено председателем, оно имеет место быть, и давайте над этим подумаем все вместе и определимся так, чтобы на самом деле вторник как раз задавал повестку работы Государственной Думы, и мы обсуждали здесь и те актуальные проблемы-вопросы, о которых сегодня говорил и Нилов, и те актуальные проблемы-вопросы, о которых сегодня говорил Власов, о которых говорил Ющенко. Но это должно звучать от имени фракции. На самом деле, возможно, это выступление должно быть только или фракцией, или первых заместителей. Тем более, у нас первых заместителей шесть. Уважаемые коллеги, отношение будет к этим выступлениям другое. Шесть. Коллеги, так как мы перешли к дискуссию, а некоторые записавшиеся уже по третий раз заявились о желании высказаться, давайте мы этот разговор перенесем на площадку Совета Государственной Думы, и если будем выходить на решение, то только при полном консенсусе. Если все фракции поддержат, выйдем на это решение. Если фракция хотя бы одна не поддержит, понятно, что мы этим путем не пойдем. Но сам разговор, он должен нас заставить задуматься, с чем идем, о чем говорим, нужно ли 10 минут обязательно этому посвящать, или, возможно, уложиться в 2-3 минуты. Одним словом, это вопрос к нам. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны.